Добро пожаловать в Линадж 2 Эссенс. Не зависть от других. Играй в одно окно, бафаясь самостоятельно. Не трать время на гринд, включая автобой, и персонаж прокачается сам. Боссы усилены, и теперь в открытом мире. Отвою их у всего сервера. Брось вызов Олимпу. Сражайся за звание героя каждый день. Играй бесплатно в Линадж 2 Эссенс на 4-гейме. Вот, персонаж играет, насколько я понимаю, очень уже долго. Время от времени в него закидывается какой-то небольшой донат. Там от 500 рублей до 5000 рублей в месяц, насколько опять же я понимаю. Но персонажик неплохо оптимизирован. Сегодня на его примере мы посмотрим, как действительно грамотно своего персонажа развивать. Вот, по крайней мере, можно посмотреть, что за 5 минут времени он нафармил уже 270 тысяч адены. И это, в принципе, очень даже неплохой показатель. Значит, первое, что я хотел бы отметить, да, я прошелся по скиллам. Очень грамотно здесь вточен вот этот вот скилл на плюс 3, да, потому что он увеличивает наше количество атак у пламенного разгрома. Да, пламенный разгром, если что. О, это штука, которая нам позволяет, насколько я помню, да, ну, в общем, немножко более эффективно убивать мобов. И это очень даже хорошо. Плюс здесь у нас еще есть ПВЕшный урон, что, опять же, очень круто влияет в итоге на то, насколько четко вы нарезаете мобов. Вот, здесь не проучен адский огонь, да, потому что персонаж, по большому счету, ПВЕшный, он не использует пожирания, и поэтому, в общем, есть несколько ОЕшек, да, у рыцаря смерти. Одна на урон, другая на дебаф, и если вы не используете пожирания, а пожирания в ПВЕ использовать особо смысла нет, то у вас хватает вот этой вот фиолетовой шкалы только на применение какой-то одной обилки. Несколько массовых умений использовать смысла нет, поэтому мы не проучиваем адский огонь, и вместо адского огня мы, соответственно, проучиваем что? Мы проучиваем, так, мы проучиваем горящее поле, которое просто именно что на урон будет действовать, и это будет абсолютно правильным решением, то есть мы оптимально используем наши ОЕшки, не тратим лишнюю адену, и круто реализуем ресурс персонажа. Вот, значит, да, по скилам, ну, единственное, что здесь не проучено, насколько я вижу, это вот четвертая трансформа, клетка массовая, и вот этот вот адский огонь. В принципе, да, конечно же, трансформа нам не помешала бы совершенно, но трансформа, сами понимаете, какие это большие расходы. В принципе, если хорошо оптимизировать ДК, то можно и избегать какое-то время трансформы, она понадобится в какой-то момент, естественно, в какой-то момент она станет самым выгодным вложением средств, которые накапливает персонаж. Но, тем не менее, пока что оптимизируем что-то другое. Вот, в целом, в остальном, по умениям здесь все четко и понятно. Давайте открывать инвентарь, смотреть, что у нас здесь происходит. Вот, предусмотрительно, Александр запечатал некоторые итемы, чтобы я их не, как-то не, не это самое. Но если я захочу навредить персонажу, я ему наврежу, там, какую-то расходку поудалять, еще что-нибудь. Тем не менее, смысла как-то упороться в это нет. Возможно, на персонажа играет несколько людей. Вот, значит, что у нас здесь? У нас здесь, значит, сет защиты, лайт сет защиты, кстати, надет на персонажа. Ну, дает немножко побольше необходимых нам статов. Если мобы не пробивают, то, в принципе, можно и не запариваться. Наверное, было бы опасно в данной локации таскать на себе мантикору. Вот, ну и, в принципе, наверное, за счет других итемов, не то чтобы нам мантикора сильно много чего-то даст. Хотя поэкспериментировать с 8-м цешным сетом можно. В плане того, что, конечно, дамагового персонажа много и немножечко его еще дополнительно бустануть было бы решением неплохим. 7-й венец героя, окей, в принципе, стандартная штука. 5-я маска пробивания, окей, ну, вполне соответствует остальному бусту. 8-й благнутый пояс дракона, окей, подойдет. И 8-й плащик защиты. Ну, можно было бы и 9-й, возможно, даже и 10-й, но, тем не менее, он 8-й и, опять же, нас устраивает. Значит, символ на две ловкости, потом пройдемся по статам, посмотрим. Ну, это стандартная штука. Можно было бы, наверное, 7-й даже сделать. Ну, наверное, если подвернется удачная возможность, владелец персонажа таким образом и поступит. 5-й меч Монарха Льда у нас здесь. И у нас, ну, давайте посмотрим. ЛС ни о чем, да, мощность умений всего 1. Можно было бы побольше здесь что-то нагриндить, было бы окей. Тем более, что мощность умений, она перемножается сама на себя. И если мы здесь не 1% мощности умений будем забирать, а, допустим, 2 или 3, или 4, или 5, то это весь остальной, ну, это будет выступать немножко катализатором всего остального накопленного количества нашей мощности умений. Это будет хорошо. Вот, по ИСАшникам. Ну, смотрите, здесь стоит Макс ХП плюс 31%. Я так понимаю, что персонаж, наверное, ПВПшится время от времени. Вот, в остальном ставить себе максимальное ХП, как ИСАшник, смысл... Ну, для ПВЕ смысла абсолютно никакого нету. Вот, шанс крит-атак, физ-умений окей, пойдет. Но, наверное, я бы вместо максимального ХП, конечно же, поставил либо силу критов умений, либо тупо физ-атаку. Что-нибудь такого плана. Но, наверное, не просто так здесь ХП стоит. И, в принципе, окей. Возможно, кстати, вместо максимального ХП еще имело бы смысл скорость атаки упороть, потому что откатов у нас здесь довольно-таки много. Скорость атаки, возможно... А, стоп. Она в капе или не в капе у нас скорость атаки? Скорость атаки у нас 1750. В принципе, можно до 2000 разогнать. Это интересно, потому что откатов хватает, чтобы больше скиллов в единицу времени накидывать. И, возможно, это круто повлияло бы действительно на скорость прокачки. Смотрим дальше. Четвертая подвеска. Инхасад. Окей. Так. Сереган Тараса плюс вторая ради вампирика и некоторых резистов. Окей. Еще и Закин здесь упорот. Значит, у нас сразу две сережки на восстановление ХП на вампирик. Естественно, потому что Арфен здесь не нужен. ДК прекраснейший вампирит себе манну с помощью встроенных умений. Поэтому, да, действительно, Арфен не представляется действительно каким-то необходимым итомом. Разве что ради резистов его надеть. Но ради резистов мы тогда просто Закина плюс Антараса наденем и все будет окей. Опять же, в тему того, что здесь очень много вампирика, возможно, имеет смысл закинуться действительно в Мантикору и повысить свой ДПС очень-очень-очень дешево. Сделав такой вариант нашего ПВЕ-шного чисто сета. Смотрим дальше. Здесь Берилл пятый, Апал четвертый. Ну да, да, кажется, что ПВПшится время от времени персонаж, да, потому что Апал просто так никто таскать, естественно, не будет. В Инвентаре вот еще есть Янтарь, да. Шестой Циркон опять же на мощность критов умений. Рубин окей. Так, Оникс. И как будто бы вот что... Ну, Коралла, конечно же, здесь нету, да, это все понятно. Ну, Шпинелька пятая. Окей, окей, пойдет. Ну, Коралл, наверное, не то чтобы и сильно нужен. Вот, дальше смотрим на Талисманы. Третий Баюм стандартная штука. Двадцать седьмой Талисман Бенира. В принципе, можно было бы до тридцаточки догнать. Ну, как только будет хорошая акция, потому что можно, ну, спокойно, ну, я не знаю, до тридцатки, да, тысяч пять осколков можно спокойно упороть, да. Хотя, казалось бы, нам нужно всего лишь двадцать седьмой до тридцатого, да, но тысяч пять осколков реально может на это дело уйти. Седьмой Талисман Острова Ада. Окей, пойдет. Девятый Талисман Адена. Замечательная вещь, опять же. Вот, Талисман Властителя седьмой. Окей. Окей, меня, в принципе, все устраивает. Естественно, Талисман Евы, наверное, ситуативно можно иногда надевать, опять же, на ПВП, потому что дает довольно много защиты. Это хорошо. По Агатионам восьмой Игнес девятой не было, опять же, и откаты, и шанс всех критов. Вот, возможно, кстати, из пушки стоит вытащить еще шанс критов, потому что по... По мобам я смотрю, у нас и так, и так одни только криты идут. И, ну, действительно, возможно, здесь, именно что касательно ПВЕ, перебор по шансу крита. Возможно, вот если вытащить шанс крита из пушки, засунуть туда скорость, вытащить здоровье, засунуть туда силу критов. Возможно, действительно, динамика пойдет куда-то вверх в плане убийства мобов. Но, опять же, я точно не понимаю, подразумевает ли ПВП интенсивный этот персонаж или нет. Поэтому просто как набросок это даю, не рекомендация к действию. Вот, опять же, в соответствии со всем остальным бустом, который здесь довольно-таки большой, можно уже думать над четвертым слотом над красками. Да, давайте статы сразу посмотрим, да. Ага, 90-60 сделано, но останавливаться на этих статах смысла особо нет. Можно докидывать себе еще одинички силы. Это будет очень круто влиять. У ДК очень много завязано на физической атаке. Она очень сильно влияет на разгон урона наших скиллов. Поэтому я бы, наверное, все-таки, да, посоветовал четвертый слот. И дальше уже смотрим по ситуации. Опять же, татуировки можно разгонять 11+. Опять же, 3 халявных единички сил. Ну, не совсем халявных, но тем не менее, 3 единички силы очень даже нам будет вкусно. В общем, по татуировкам, как будто бы татуировки выделяются немножко тем, что вот немножко непродуманно. Но, может, просто владелец персонажа, опять же, сам прекрасно понимает эту ситуацию и просто ждет удачную акцию, чтобы этот пробел восполнить. По эпикам у нас вторая френта, третья АК, третий боюм. Стандартный, отличный эпик для любого милика. Я бы даже не упорвался в него. Он вполне себе удовлетворительный. Есть какие-то более важные сейчас вещи на персонажа, над которыми стоило бы как следует подумать. По куколкам у нас здесь, опять же, хороший набор. Я бы сказал, практически фулл хаус. Опять же, кукла Арфена. Я не понимаю, откуда у людей постоянно кукла Арфена. Возможно, какие-то боксы, которые стабильно можно забирать раз в месяц, притаскивают в том числе и куклу Арфена. Ну, окей. Третья АК, это очень даже хорошо. Третья кукла Френтезе, очень даже хорошо. Грамотные штуки. Второй Закин, опять же, для еще более офигительного вампирика. А вампирика тут, конечно, жопа и жуй, что называется. Клакис. Вот. В общем, крутые, хорошие куклы. Отличные для ПВЕ, более чем замечательные. Теперь давайте... Так, нет, мы не добавляем в коллекцию. Мы просто смотрим коллекцию. Четверть коллекции у нас стабильно заполнена. Давайте смотреть. Ну, физатаки маловато. Можно побольше физатаки сделать через коллекции. Это абсолютно точно. Физзащита и магзащита довольно-таки много через коллекции. Но, опять же, это не предел. По полторашечки можно сделать, в принципе, без огромных каких-то проблем. Ловкости 2 единички. Сил 2 единички. Это окей. Это хорошо. Урон отсосок. Так. Мощность умений плюс 3 процента. Можно делать больше. Можно еще пару процентов через коллекции. Даже не особо напрягаясь накинуть. И это будет замечательно и круто и великолепно. В общем, с коллекциями тоже можно еще помудрить, что-то похимичить. И будет хорошо. Вот. Ну и 91-й хотелось бы, конечно, побыстрее уже забирать. Да, потому что лишняя единичка, лишний уровень проточки скиллов нам совершенно вообще не помешает. Вот. Ну и вот такой вот у нас в итоге получается персонаж. Грамотный. Можно подумать над что-то с исашниками. Что-то абсолютно точно стоит подумать с татуировками. Вот. Опять же, по камушкам, да, возможно, стоит надевать коралл, потому что, ну, допустим, вместо вот берила на... На... А, стоп. Ну, берил нам дает вообще-то атаку, да, как таковую. Ну, вместо опала на пве уж точно стоит надевать коральчик, потому что откатов хватает. А, ну давайте по статам еще немножко посмотрим, да, там, что у нас получается в итоге. Так, значит, атака, это все понятно. Бонус к... Так, наносимый урон. Обычная мощность. Насколько ты мощный, брат? Вот. Мощность физумений 105% это очень большая цифра. Так, значит, по силе критов, по силе критов, силы крит атаки физических умений в процентах. 121 у нас процент под венцом. Это тоже замечательно. Опять же, стоит в эту сторону немножко больше разгоняться. Вот. Ну, опять же, да, не понимаю ориентированность на пвп, потому что где хороший лс в венце, да, венец очень много может давать. Там до 10% защиты от пвп урона он может давать. Вот. Опять же, эффект зачарования. Ага. Ну, и сашники, и лс в броню вставлены с другой стороны. Вот. Здесь вот тоже минус урон. Сопротивление атака на звук. Вот. Получаем урон минус 2%, получаем минус 2%. Непонятно, куда делся, куда потерялся и сашник для венца. Вот. Но видно, что какая-то ориентированность на пвп все же есть. Но вот какие-то непонятные пробелы. Вот. В общем, экспериментируем с и сашниками для пушки. Вполне возможно, есть более оптимальные комбинации. Вот. По скорости атаки тоже что-то думаем, потому что откатов... А, стоп. Откаты, 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 откаты. Вот. Время перезарядки умений. Физумений минус 43%. Это довольно-таки большой показатель. Можно, можно подумать над разгоном физатаки. Просто будем количество скиллов в единицу времени побольше накидывать. Это будет положительно влиять на ДПС. Даже вот в этой комнатке, да. Ну, полностью мы ее, конечно же, не зачищаем. Вот. Порадовало, как человек распорядился скиллами. Проучены только нужные. Заточены только нужные. Притом до максимально нужного уровня. Вот. В общем, да. Пушка и сашники. Тут все понятно. Тут все понятно. Коллекция. Пушка и сашники. Мантикора. И татуировки. Вот. Примерно в эту сторону я бы думал далее на этом персонаже. Огромное спасибо еще раз Александру за то, что предоставил персонажа. Напоминаю, что мы разыгрываем по 10 кодиков в каждом таком обзоре персонажа. Все, что нужно сделать, это дополнить какие-то мои советы по оптимизации эффективности героя, которого вы видите на своих экранах. Вот. И в таком случае вы становитесь кандидатом на получение кодика. Чем лучше совет, тем, естественно, больше вероятность того, что вы заберете свой приз. Ну и, конечно же, чтобы ворваться в мир Lineage 2 на официальных серверах, на Essence, на нашем любимом, вот. В который я рекомендую играть, если вы взрослый человек, у которого очень много работы и каких-то своих житейских задач, кроме игры, да, Essence предоставляет возможность довольно-таки автономно персонажа поставить. Все персонажи самодостаточны. Даже целитель может дать отпор врагу, как говорится. Вот. Стартуй обязательно по ссылке в описании, потому что это самый верный способ. Максимально круто начать свой путь внутри игры, потому что ты получишь по моей ссылке в описании полезные бесплатные подарочные бонусы, которые на старте будут очень важны для твоего персонажа. Ну и давайте переходить к следующему сегодняшнему герою. Это ПП. ПП была любезно предоставлена Евгением. Вложения здесь небольшие, но, однако, персонажик уже относительно долгое время все же существует на серверах и играет. Поэтому давайте смотреть, что у нас с ПП. Общая характеристика ПП, она такая. У ПП есть великолепный потенциал разгона физического урона, во-первых. Во-вторых, это один из немногих гибридных классов, которые наносят и магический урон, и физический урон. И за счет этого можно использовать множество вещей, которые дают и то, и то. К примеру, взять там, допустим, какой-нибудь камень, который называется циркон. Если мы разгоняем его до шестого уровня, то он начинает давать силу крит-атак магических умений и силу крит-атак физических умений. И большинство персонажей, практически все, кроме ПП и ЭСБ, используют либо то, либо то, потому что бьют либо магическими, либо физическими умениями. Для нас этот циркон будет работать, опять же, в две стороны. Или, к примеру, взять Гатион Игнис, который дает физ и маг-атаку в процентах. Опять же, нам нужна и физ, и маг-атака, при том, что очень многие классы бьют либо физическим уроном, либо магическим. Вот, и так далее. Соответственно, у нас есть очень много коллекций, которые дают и физический, и магический урон. И на фоне всего этого, да, то есть гибридный персонаж, это классно, потому что очень многие предметы у нас действительно работают на 100%, а не наполовину, как это обычно бывает. Вот. Теперь давайте немножечко подробнее на все это дело обратим внимание. Да, мы видим, в принципе, неплохой шестой венец героя, да, сила. Какие-то так, всех умений, опять же, всех умений, да, плюс 25% пойдет. Четвертая масочка пробивания пройдет. Шлем маны. Мана у нас решает второй арфен на ПП, к сожалению, не обойтись без второго арфена. Здесь нету какой-то адекватной замены второму арфену, поэтому, да, мы в любом случае его вешаем. Значит, в любом случае у нас нет проблем с маной, но шлем маны как бы дает, как я уже много раз говорил, единичку силы и единичку интеллекта. Опять же, и силу, и интеллект, и это круто работает для нас, поэтому лишним не будет. Вот, перчаточки шестые у нас кошмаров, дают немножко дополнительной мощности умений, ну и, конечно же, вампирик наряду с легкими сапогами кошмаров. Почему бы и нет, концы как бы энемовские, ребята, это очень крутая универсальная штука, которая вообще всем подойдет, да. Единственное, что на мага их не наденешь, да, потому что единички сил дают, но нам-то нужны единички силы, и поэтому у нас все хорошо. Вот, на теле у нас надет кожный доспех молний, хотя, опять же, я бы посоветовал, да, давайте прям вот во всемирную торговлю зайдем, я здесь уже открывал. Ну, ребят, рубаха из шкуры мантикоры, она дополняется еще сапогами и штанами из шкуры мантикоры, и в итоге все это дело стоит, ну, вообще совершенно недорого, да, там всего лишь порядка вот 2000 монет за такой, и там, да, восьмые же, вот. Вот, ну да, то есть 2000 здесь, за рубашку за восьмой, опять же, 1750, ну и сапожки тоже можно найти восьмые, вот, опять же, 750 монет. Итого за 5000, за 4500 L монеток мы получаем сет мантикоры, который, да, если вы обратите внимание, блин, не тот рынок открыл. Так, вот, всемирная торговля, который, да, плюс восемь комплект, у нас получается мощность физических и магических умений плюс семь процентов. А у нас как бы и такие, и такие, опять же, этот итем, он нам позволит очень круто увеличить свой дамаг. Вот, шестой пояс окей, седьмой плащик окей, но можно и побольше, точатся они адекватно, и, в принципе, видно, что владелец персонажей их время от времени добывает. Вот, допустим, четыре плащика вот здесь вот у нас висят, добытые в башне дерзости. Вот, символ фатальности у нас на плюс две единички силы, да, мы работаем как бы на увеличение и магического, и физического урона, однако превалирует в ПВЕ у нас, безусловно, именно физический, поэтому в целом бустим и то, и то. Там, где у нас есть выбор брать либо это, либо это, берем, ну, отдаем предпочтение именно урону физическому, это будет правильно. Вот, и вы, конечно, после этого спросите, а почему здесь тогда магическая пушка, а не физическая? А все заключается в пассивках. Так, где бы только это найти? При использовании двуручного магического дробящего оружия мы просто получаем плюс 3000 физатаки. Вот, и, конечно же, на фоне этого ни одна физовская пушка нам не даст столько же бонусов к нашей атаке, как двуручная просто магическая дубина. Вот, соответственно, здесь еще есть мощность всех умений плюс 2% и немножко магической атаки. В принципе, Лесик даже не самый плохой. Вот, по Исашникам, как обычно, я люблю проходиться, да, то есть шанс крит-атаки физумений плюс 4,5%, вот, сила крит-атаки физумений плюс 1,9%. Ну, смотрите, я бы, конечно, поэкспериментировал. Во-первых, конечно же, безусловно, мы ставим сюда физического Хардина, да, то есть в пушке должно работать 3 Исашника, и Хардин, в принципе, нам чего-то даже докидывает и лишним абсолютно точно не будет. С одной стороны, с другой стороны, ну, наверное, шанс крит-атаков и физумений можно поменять, во всяком случае попробовать поменять на скорость атаки, потому что скорость атаки у персонажа и магии очень маленькие, они далеко не в капе, они чуть-чуть выше половины максимально возможного значения, поэтому я бы, наверное, предпочел физатаку, ну, скорость физатаки, потому что, во-первых, немножко больше, ну, немножко меньше времени будем тратить на каст наших атакующих умений, во-вторых, возможно, начнет еще проскакивать обычная физатака время от времени, да, то есть просто тычка с руки, и, в принципе, с физатакой в 14 тысяч единичек мы даже с руки время от времени сможем наносить какой-никакой урон, как по мне, я не говорю, что я точно абсолютно прав на 100%, но, как по мне, с Исашниками можно вполне себе поэкспериментировать, это дело перспективное, тем более, что шанс крит-атаки физумений плюс всего лишь 4,5%, да, и мы обращаем внимание здесь на небулу, она всего лишь 6, ее можно разогнать до 7, ее можно разогнать до 8, она, опять же, будет давать дополнительный шанс крит-атаки всех умений, причем всех умений, а не только физических умений, поэтому мы просто немножко апаем небулу, а здесь абсолютно точно меняем на скорость атаки, более того, со временем мы будем увеличивать откат умений персонажа, а откат умений, он у нас, опять же, очень-очень-очень маленький, да, то есть физумений всего лишь минус 15%, так или иначе, этот показатель, он у нас увеличится, он будет расти, поэтому, наверное, в принципе, стоит как минимум подумать в этом направлении. Вот, здесь у нас серьга орфена, как я уже говорил, конечно же, является необходимостью, серьга охотника 8, окей, пусть будет, кольцо рыцаря смерти тоже чего-то там дает, окей, и колечко королевы муравьев, и физатаку, и магатаку нам дает, и нам замечательно. Конечно же, в идеале, ребята, нам сюда закидывать третье АК и третьего Ваюма, да, потому что именно физрон у нас гораздо лучше будет разгоняться, но, в принципе, ладно, пока что не к спеху, есть какие-то другие штучки на персонажа, которыми можно вполне себе заниматься. Вот, раз уж открыты агатионы, по большому счету нареканий нет, разве что шестая не было, выглядит плохо, да, потому что она и время перезарядки нам будет давать, если она будет седьмая, восьмая, вот, и опять же, шанс крит-атак всех умений, что для нас максимально круто, то есть, если что-то, и тут не должно быть шестым, да, на фоне всего остального седьмого, так это не было, она точно должна быть, ну, вообще, хоть девятую ее делайте, и будет замечательно, вот. Дальше по талисманам давайте тоже пройдемся, есть небольшой косячок по талисману Бенира, шестой талисман Бенира, это, условно говоря, несгораемая сумма, да, то есть, если он у нас зафейлится, он станет шестым, если он с семи на восемь зафейлится, будет шестым, если с восьми на девять, будет шестым, поэтому несколько кристалличков, обломков кристалла я бы сюда вкинул, седьмой, восьмой хотя бы, это даст очень дешево, но пару лишних статов, которые, конечно же, никогда не лишние, единичку ловкости, опять же, на скорость атаки, единичку мудрости на скорость магии и магические криты, и будет замечательно, вот. Далее у нас идет талисман Баюма, он нулевый, но, тем не менее, он есть, он дает неплохие статы, пусть будет. Благой шестой властитель, и такие же у нас Ева и талисман скорости. Ева, конечно, здесь особо не нужна, наверное, можно было бы заменить чем-то более интересным, но, тем не менее, пускай висит, будет давать немножко дополнительной защиты. Восьмой талисман Адена, прекрасно, можно делать восьмой благнутый, можно делать девятый. Видно, что занимаются, во всяком случае, здесь, на этом персонаже, добычей фармом талисмана Адена, и он восьмой, и он, опять же, обратите внимание, да, то есть и физ-атаку, и маг-атаку он дает, и скорость атаки, и скорость магии он дает. Это все нам очень нужно, обязательно учтите, что гибридные персонажи, они очень чувствительны к таким итамам. Вот, дальше брошечка у нас пятая, да, как я уже говорил, конечно же, циркон стоит очень сильно бустить, потому что, как бы, и силу крит-атак физ-умений, и силу крит-атак магических умений, и то, и то нам очень нужно, и то, и то нам очень вкусно, и замечательно, поэтому не игнорируем, обязательно делаем, тем больше, что циркон это один из самых дешевых камней. То же самое с кораллом, нам сильно не хватает скорости атаки и скорости магии, как я уже говорил, они чуть-чуть выше, чем на половине, возможно, максимальной суммы, поэтому, конечно же, уделяем сюда время. В остальном все окей, в принципе, пятый оникс, шестой будет дорого делать в сумму, ну, то есть, условно говоря, вместо нескольких трайв на шестой оникс, можно сделать просто шестой коралл и шестой циркон, и в итоге это будет давать хороший буст. Шестая шпинельчика, вот, опять же, вполне себе висит, и радует глаз, безусловно, вот рубинчик тоже еще сделан, в принципе, окей, вообще вопросов нет. Третья подвесочка, опять же, середнячок такой вполне себе оптимальный, работяжный нас устраивает. По татуировкам давайте смотреть. Здесь у нас, значит, три татуировки по плюс четыре силы от каждой, да, если в статы приглядеться, то здесь разгоняется именно сила. Сила, я думаю, а, ну, здесь вот характеристики 22, дополнительные 26 и еще 19 просто очки характеристик. Ну, если мы перераспределим эти очки, конечно же, в ловкость у нас будет только 50 ловкости, да, но пока что можно вкинуть силу, как только будет хватать, допустим, чтобы сделать 50 ловкости, возможно, стоит попробовать это сделать, потому что физатаки у нас очень много здесь не за счет простой характеристики силы, а за счет того, что у нас есть очень мощные бафы, допустим, вот высшая атака, физатака плюс две тысячи. А там за то, что мы бегаем с дубиной, еще три тысячи у нас физатаки, и это замечательно, и это классно, и это офигенно, но сила в итоге нам немного дает физатаки, а если мы все вкинем в ловкость, опять же, и скорость атаки получим, и откат физических, то есть наша физатака не очень сильно зависит от силы, от количества единичек в силе персонажа, в отличие от многих других. Поэтому, как только будет хватать на 60 ловкости, допустим, можно поэкспериментировать, перекинуть в ловкость, попробовать побить мопчиков пару часов, потом перекинуть, ну, точнее, пока у нас все в силе, попробовать побить мопчиков пару часов, потом перераспределить в ловкость, попробовать побить мопчиков пару часов. Откат физических умений, это для нас очень крутая штука, которую нельзя просто так игнорировать, то есть это хороший эксперимент на будущее, которым можно будет заняться, вот, наряду с тем, чтобы поменять, оптимизировать, как-то и сашники, опять же, которые есть на персонажа. Вот, куколки, тоже какие-никакие есть, да, то есть фринтезы мне нравятся, опять же, и орфен для нас неплохо работает, и кукла королевы муравьев отличная вещь, можно даже вторую ее делать, потихонечку начинать. Вот, кукла боюма, кукла закина для дополнительного вампирика, и отсутствие волнения вообще какого-то в этом направлении. Вот, окей, давайте еще тогда заценим коллекции. Коллекции плюс-минус, насколько-то даже заполнены. Физатаку, магатаку можно разгонять поактивнее, да, нам нужно и то, и то, и много двойных коллекций, которые дают и такую атаку, и такую атаку. Вот, это, в принципе, хорошо. Так, физзащита, магзащита, тоже есть какие-то цифры, да, но персонаж, понятное дело, больше на ПВЕ рассчитан в ПВП. Я не думаю, что стоит делать уклон на данном этапе, но, тем не менее, хорошие цифры физза, магзащиты мы видим. Урон умений, который, кстати, и на магические, и на физические умения распространяется, тоже можно делать через коллекции, да, опять же, он для нас будет работать гораздо оптимальнее, чем для многих других персонажей. Вот, по характеристике, ну, я не вижу, опять же, смысла упарываться вот в эти вот характеристики, да, потому что, ну, нам далеко, как бы, до каких-то там каповых значений, но потихонечку какие-то куколки можно вот сюда вот закидывать, да, потому что первоуровневые куклы, они, как правило, не очень много дают, и многие из них уже, в принципе, на персонажа присутствуют. Присутствуют, опять же, да, вот, и силу дает, и интеллект. А здесь и силу, и интеллект, и ловкость, и мудрость, и нам все из-за этого нужно, и это будет офигительно, и это будет классно. Вот, опять же, пройдемся, наверное, попробуем по характеристикам персонажа, да, посмотрим, значит, обычная, вот, мощность физзумений, мощность магумений. Эти обе цифры очень круто можно подразогнать, я думаю, процентов по 15 к этим цифрам можно накидать, вообще не напрягаясь, через мантикору, через коллекции, да, то есть, и это будет офигительно круто и вкусно. Вот, шанс крит атак. Ну, здесь, в принципе, не стоит прям сильно на него смотреть, потому что здесь написан шанс один, а на мобах, на мобах проходят криты гораздо чаще, просто из-за того, что вы сильно выше их по уровню, и криты по ним начинают идти чаще. Вот, время признаки умений, как я уже говорил, очень, ну, на магические умения, ладно, еще там 33%, но физические умения откатываются на слишком долго, непозволительно долго, вот, с этим тоже стоит начинать работать. Вот, по умениям давайте тоже сразу же еще пройдемся, в принципе, здесь все нужное в ПВЕ проучено, да, вот, не проучено, вот, уникальная печать урона, но она нужна исключительно на ПВП, в ПВЕ ее смысла использовать нет, вот. Ну, и четвертая книжечка, да, это у нас ППшная трансформация в крестоносца, в принципе, по большому счету действует, как еще один ПОВ, который наложен на ваш персонаж, да, у ПП встроен вот этот вот ПОВчик, который очень много характеристик дополнительных дает, в том числе бонус к урону в ПВЕ плюс 20%, ну, это, это как будто бы уже даже лишнее, избыточно сильный персонаж становится в ПВЕ, на самом деле. Вот, в принципе, книжечка, ну, в принципе, интересная, классная, крутая, но не то, чтобы она прям супер много дает, да, то есть сильно потом нужно будет пользоваться потенциалом проучивания вот этой вот книги, возможно, тогда и книжки сами еще подешевле как бы будут, вот, а так все, что нужно, все выучено, все оптимально у нас, и вот этот вот ауешный физический урон по мобам, и улучшенный вот этот существенный святой луч, и, в принципе, меня здесь на персонажа все устраивает. Вот, в общем, если делать какой-то итог, какое-то заключение, да, с исашниками нужно будет что-то порешать, камушки, конечно же, циркон нужно сделать поинтересней, боюм нужно сделать поинтересней, небулу точно нужно сделать поинтересней, все, что я перечисляю, практически не стоит денег. Вот, значит, ну, тех денег, да, которые здесь активно копятся, на самом деле, на персонажей, персонаж на самом деле неплохо фармит, вот, да, вот, полчаса в игре, в принципе, 600 тысяч адены он заработал, и это неплохо, это далеко не самая оптимальная еще локация, видите, насколько здесь все занято народом, в принципе, если в ДВФ какое-нибудь попробовать встать, мне кажется, там будет, вот, с локациями я бы тоже поэкспериментировал, потому что выбор локации для нас очень важная штука, чем лучше мы реализуем наш массовый урон, вот этот вот физический с руки, значит, да, ну, с умения, точнее, тем оптимальнее мы фармим, тем больше мы добываем денег, тем быстрее развиваемся, да, то есть в таких комнатах, в занятых, можно избэшку поставить, она бьет там в один таргет, как бы, ей пофиг, что есть здесь толпа, что нет, для нас очень важно, чтобы максимально много урона мы реализовывали, вот, в общем, еще мантикурочку сюда накидываем, опять же, очень крутые дополнительные умения будем от этого дела получать, ну, и в целом, потихонечку чекаем рынок, смотрим какие-то интересующие нас предметы, персонажик хороший, персонажик мне очень нравится, в принципе, бустяки-то особо тут нету, как таковой, да, но при этом фармится, качается, все очень даже хорошо, видно, что, по крайней мере, человек очень сильно следил за тем, чтобы оптимизировать умения, там, кстати, есть что-то, что можно еще модифицировать дополнительно, давайте посмотрим, вот, высшая атака, ну, ничего такого она нам не добавляет, честно говоря, там, да, ну, да, никаких там бонусов к урону, просто мы пожирнее, как бы, станем по большому счету, да и все, так, ну, и существенное опустошение святости на 1%, так, давайте посмотрим, на максимальном уровне мощность срабатывания доп. атаки увеличивается на 3%, время при зарядке 7 секунд вместо 10%, ну, такое, да, согласен, что не особо стоит спешить этим делом заниматься, вот, в общем, какие-то мелкие недочетки, увеличение мощности умений, оптимизация экипировки, увеличение откатов и, конечно же, увеличение скорости атаки, плюс еще нужно отметить, что дополнительный интересный прием, который использует владелец персонажа, он себе качает бычка, бычок в перспективе сможет стягивать нам побольше мобов каких-то, которые нас окружают и получше будет работать наша АУЕшка, вот, тут даже какие-то предметы есть на этом буйволе, ну, окей, окей, хорошо, еще раз огромное спасибо Евгению за то, что доверил своего персонажа, вот, позволил сделать контент и напоминаю, что в каждом ролике с обзором работяжных персонажей мы разыгрываем по 10 кодиков, каждый по 800 л-монет, все, что нужно сделать, чтобы стать кандидатом на получение такого кода, это написать какой-то дополнительный полезный совет, который, как бы, увеличит информативность ролика. Огромное спасибо за внимание, совсем скоро увидимся в следующих роликах и всем пока!